Бюджет Самарской области, несмотря на пандемию, сохраняет социальную направленность. Об этом на расширенном заседании правительства региона рассказал губернатор Дмитрий Азаров. Заседание прошло в очно-заочном формате с участием широкого круга общественности. Многие участники подключились по видеосвязи. Обязательным требованием для участия в очном режиме являлось предъявление QR-кода о прохождении вакцинации. Даже на фоне пандемии мы продолжаем успешно реализовывать стратегические программы развития. Как вы помните, очень непростой период 2020 года мы не заморозили ни одного объекта и по национальным проектам, инициированных президентом России Владимиром Владимировичем Путином. В этом году мы даже нарастили темпы работ по нацпроектам, на реализацию которых направили почти 61 миллиард рублей. За 9 месяцев этого года индекс выпуска товаров в базовых видах экономики Самарского региона по сравнению с 2019 годом вырос на 4%, реальная заработная плата на 4,6%, инвестиций в основной капитал на 15%. В строительной отрасли объем работ увеличился на 41,5%. В регионе запустили 20 новых производств. Уровень безработицы достиг до пандемийного уровня. Самарская область – лидер по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году приведут в порядок 400 километров автомагистралей по нацпроекту, а с учетом остальных средств – 580 километров дорог. Самарская область очень большое внимание уделяет социальной поддержке граждан. Особенно в период пандемии. У нас в регионе применяется 124 меры социальной поддержки населения. Получателями различных выплат является более миллиона жителей Самарской области. Причем, как вы знаете, у нас постоянно добавляются новые виды поддержки, такие как подарки новорожденным, выплаты выпускникам, поступившим в УЗА и СУЗА региона, компенсации по ипотечным кредитам сельским медикам и педагогам. В целях материального поощрения были выделены средства областного и федерального бюджета на осуществление выплат медицинским работникам, задействованным в оказании помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и в проведении вакцинации. На общую сумму 1 миллиард 87 миллионов рублей. В целях устранения дефицита средств в системе здравоохранения, возникшие в результате пандемии и повышения оплаты труда, также выделены дополнительные средства из областного бюджета в размере 4 миллиардов 55 миллионов рублей. Кроме того, в Самарской области продолжают реализовываться программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Из средств областного бюджета выделены 36 миллионов рублей, из федерального 56 миллионов рублей. По решению губернатора из областного бюджета было выделено 19,5 миллионов рублей на специальные социальные выплаты 20 медицинским работникам, которые устроились работать в селах. На заседании правительства обсудили бюджет на 2022-2024 годы. В центре внимания остается охрана здоровья. В следующем году на борьбу с коронавирусом в Самарской области выделят более 20 миллиардов рублей. Предусмотрены ввод 10 объектов здравоохранения, открытие 49 фапов и врачебных амбулаторий, 120 медицинских учреждений будут капитально отремонтированы. Большие средства также предусмотрены на развитие культуры и спорта, дорожное строительство и комфортную городскую среду. Проект бюджета в ближайшее время поступит в Самарскую губернскую думу. Светлана Кудрявцева, События.